Около 70 рыбаков, вышедших на лёд, попали в поле зрения нижегородских спасателей. Если раньше любители зимнего лова выходили на лёд со стороны Борского района, то совсем недавно появился второй, не менее опасный путь со стороны микрорайона «Седьмое небо». Рыбаков не смущает ни предупредительные аншлаги, ни вода поблизости. Воды нет, тропинка нормальная, лёд хороший. Ну, пока ещё нормально, тут ещё страшного ничего нет. Люди рискуют для чего? Азарт, рыбу ловить. Спасатели пытаются достучаться до рыбаков. В ход идут и краткая лекция, и брошюра о правилах безопасного нахождения на льду. Пока, к счастью, утонувших нет. Но вот в прошлом году чрезмерная уверенность таких же рыбаков не раз приводила к трагедии. Погибли 13 человек. Сейчас безопасные места, ну, судя по толщине льда, это всё-таки не на реке Волга, а на озёрах. Вот, потому что на реке Волга, вы видели, значит, мы вот сейчас проехались, то есть лёд, есть промоины, прососы так называемые, то есть возможность провала на Волге больше намного, чем на озёрах. Тем более, что в этом году один любитель зимнего лова уже провалился под лёд. 6 февраля спасателям чудом удалось вызволить рыбака из полынии под метромостом. Мужчина с переохлаждением был госпитализирован. Стоит задуматься, равносильно ли цена улова и собственного здоровья.